Собирать камни для этих людей дело привычное, но не обыденное. Каждая геологическая экспедиция приносит свои плоды. Последним оказалось 270 миллионов лет. У меня в руках на данный момент образец ребра, рептилии пермского возраста. На первый взгляд это покажется какой-либо маленький фрагмент камня просто в массе породы. Но если посмотреть под бинокуляром, то можно увидеть непосредственно его особенности. Можно увидеть костную структуру этого образца. В Шанталинском районе геологам повезло найти не только захоронение морских рептилий, но и сухопутных. Исследования подтвердили возраст окаменелостей. Работали мы недалеко от села Аксакова, где нашли такую находку, это чешуя к рыбе полеоникс. Встречается она тем, что у современных рыб чешуя она имеет округлую форму, а эта имеет ромбическую. То есть это единственное такое большое отличие от современных рыб. Препарирование костных остатков, процесс долгий и кропотливый, требует применения специальных препаратов и методик, рассказывает старший преподаватель кафедры геологии Алена Морова. Но найти эти уникальные окаменелости уже огромное везение. Тем более, что возле села Аксакова геологи изначально искали окаменевшую древесину и ни о каких костях даже не мечтали. Не ожидая не увидеть ничего подобного, занимались вот этой древесиной, пока не пошли в отдаленную часть карьера, которую колхозники начали засыпать мусором. Именно этот мусор, как это ни странно, нас и привлек, потому что мы подумали, засыпят и больше мы ничего не увидим. И вот там кто-то из студентов нагнулся и увидел маленький фрагмент, ничего, что-то такого непонятного, похожего на кость. Найденные фрагменты рептилий существовали на стыке самой древней эры Палеозойской и Мезозойской. И ранее они не встречались в Самарской области, да и вообще окаменелости такого возраста находили только в районе Коми. По составу вот этих вот отложений мы можем сказать, что это были речные отложения, дельтовые речные, то есть где-то близко к тому месту, где подала река древняя, вот эта Пермская, либо в море, либо в какую-то лагуну. Последние годы интерес к раскопкам возрос. В экспедиции начали ездить не только профессионалы, но и любители, которые зачастую по незнанию и неопытности могут повредить находки. Поэтому сотрудники кафедры геологии решили организовать будущим летом школу геологов, в которой научат желающих, как распознать ценный экземпляр и как его не повредить. Для кого-то просто камень, а для кого-то бесценная находка. Вот эту вещь нашли в карьере в Шанталинском районе. Называется это костью конечности крупной амфибии. Мариана Мирная, Константин Головин. События.